В современном мире достоинства человека, его состоятельность определяется далеко не по тем критериям, какие существовали и во времена нашей молодости, и совсем еще недавно. Вот об этом следовало бы и говорить, может быть, привлекая к этому разговору и других людей. Речь идет о несущих конструкциях, о основополагающих принципах вот тех новых образовательных систем, которые рождаются на наших глазах. Заключающее слово вам. Точнее, Гена, вот давай на ты уже, все, мы договорились. Гена, покрой меня, пожалуйста, последними словами. Нет, последними не буду, хотя знаю их. Ну, филолог, ну куда денешься? Я даже знаю, что-то они говорят. Вот хорошие знаю. Но сейчас я не об этом. Я действительно хочу подвести итог, поскольку тема-то невероятно сложная, интересная. И все, что мы сказали, ну, оценивает не нам ценность сказанного. Но то, что сказано не все, это я внутри так вот активно чувствую, просто оно еще словесно не оформилось. Я еще на один аспект, просто на будущее хочу наметить. Дело в том, что мы крутимся, рассуждаем, философствуем, находясь в неком, ну, что ли, цивилизационном пространстве, достаточно ограниченном на самом деле. Мы все выросли, я грубо скажу, в христианском мировоощущении, в христианской философии. Я сейчас оговорюсь. По авраамическому. Хорошо, ради Бога, не буду спорить. Я только к тому хочу подвести, что в данном случае я это произношу, не дай Бог, ни с религиозной, ни с какой-то такой вот точки зрения. Для нас, скажем, очевидно, вот так с молокоматерью в нас вошло, да, что вот есть вот 10 заповедей, и надо их соблюдать. Это нас некий морально-этический код, там, не убей, не укради, но я не буду перечислять, все мы их знаем, да. А на этих вот заповедях, на этом мировосприятии, мировоззрении выросла некая цивилизация, которую сегодня там именуют европейской, евразийской, там есть масса всяких комментариев на этот счет, это тоже мы уйдем в сторону. Но дело в том, что она, ну, что ли, локально, в том смысле, что параллельно существует масса других, они были в прошлом, возникнут в будущем, а есть и сегодня, где совершенно другие морально-этические коды работают, поскольку в основе лежат не 10 заповедей, а что-то иное. И когда мы вот говорим обо всем, о чем говорим, о чем надо говорить, это интересно и прочее, мы должны брать вот в расчет как-то, как я еще пока это себе плохо представляю, и этот момент, потому что если там, предположим, даже 100 лет назад, или даже 50, на самом деле время ускоренно бежит, мы могли вот замыкаясь в этом цивилизационном пространстве, все остальное оставлять где-то в стороне, мол, не очень интересно, это третий мир, чего о нем думать, напрягаться и так далее. То сегодня он активно вторгается в нашу цивилизацию, он приходит с другим морально-этическим кодом. И вот когда мы говорим о том, что да, вот что воля, что вот я самостоятельность, так сказать, создание нового способа мышления, разрушение стереотипов и прочее, со всем я совершенно согласен. Но, как я уже сказал, если вот 60-е и 70-е годы, когда мы только начинали задумываться на этот предмет, мы могли на этом остановиться, вот не контактируя вот с этими другими мирами, то сегодня наше ломание, разрушение стереотипов должно брать в расчет еще и этот аспект. А не вторгнется ли туда, в сломанное, сломать многое надо, нечто настолько инородное, что мы просто окажемся даже не у разбитого корыта, а просто не знаю где. И вот под этим углом, если нам удастся повернуть наш диспорт, мне представляется, что это было бы невероятно интересно. То есть сегодняшний человек должен вырасти не только по-новому мыслящий, по-новому ориентирующийся, вот опирающийся на какие-то новые коды, какие-то новые, ну, стереотип мне не очень это слово нравится, какие-то правила, нормы, что ли, поведение, он должен себя ощущать еще атакуемым вот со стороны, чего раньше не было. Эту атаку надо как-то либо выдержать, либо из нее что-то взять, либо как-то все это вместе переварится и трансформируется. И последняя буквально фраза, на этом я поставлю точку. Вот в наш обиход вошла мантра такая, ну, когда говорят о глобализации, большая деревня. Вот меня ужасно, не то что приковало это словосочетание, язык, на котором мы говорим, я об этом говорил в одном из своих тоже клипов, он умнее нас. В том смысле, что вот мы интеллектуально бы не докумекали до большой деревни, а он вот взял это и озвучил. Я только посмотрел, он действительно правый. Ведь глобализация – это большая деревня, то есть это снижение некого уровня. То есть если всегда города были пиками в какой-то системе иерархии духовной, культурной, философской, какой хотите, то сейчас происходит не подтягивание вот этого нижнего уровня, а спускание. И вот это, на мой взгляд, просто кошмар. Поэтому вот эта большая деревня меня каждый раз, когда я вижу ее в газете или слышу по радио, обжигает, просто обжигает. Я не хочу жить в большой деревне. Но это вот все. На этом я остановлюсь, а то меня может унести очень далеко. Спасибо. Нас все время куда-то уносит. Спасибо за многими другими литературными персонажами, которых несло. Несет и нас. Это вполне естественный процесс. Я бы наметил следующий разговор. Разговор о будущих конструкциях, о духовных скрепах, раз уж у нас пошла реликтовая духовка. В самое время о духовных скрепах и культурных кодах. Так вот, я услышал от Гены о том, что наши цивилизации базируются на каких-то принципах и заповедях. Я хотел бы возразить и полемически заострить это возражение. Я придерживаюсь прямо противоположного убеждения. Заповеди вытекают из реальных социальных условий жизни, а не заранее априорно высшими силами заданы этим условиям. И мне кажется, такой подход принципиально позволяет найти выходы из тех цивилизационных тупиков, с которыми мы сталкиваемся. Если мы признаем, что заповеди не предписаны и не ниспосланы свыше, а сформированы людьми в результате многолетних кровавых попыток осмыслить и освоить жизнь, мы получаем совершенно другое представление о том, как генетические, социальные, биологические условия влияют на нашу эволюцию. Эволюция биологическая человека либо закончилась, либо очень и очень замедлилась. А вот социальная его эволюция фантастически ускорилась. И в этих условиях нужно бидеть, ориентирыть и понимать, как все движется. Так, во-первых, я сразу снимаю конфликтную ситуацию, потому что на самом... Драки не будет! Драки не будет, и по мордам бить тоже не будем. Потому что на этот счет, вот о заповедях, у меня есть клип, и кто захочет, может заглянуть. Я сформулировал свою мысль и даже его назвал. А что, если 10 заповедей, это общественный договор? Я там на эту тему обстоятельно рассуждал, и поэтому, когда я начал говорить, что мы выросли в них, я нють не имел в виду, что они не с послами свыше или приписаны как некая догма, которую нельзя нарушать. Конечно, их создали люди, и, конечно, на каком-то этапе. Но создать создали, потом они передаются, мы приходим на свет, они уже существуют, их создавали люди, жившие до нас. Мы можем их принять, можем не принять, можем корректировать, можем не корректировать. Но это мне чудесно понятно. Но просто я хотел сказать, что в других цивилизационных анклавах точно такой же общественный договор, который тоже был передан, скажем, Аллаху, Будде или еще кому-то, был, тем не менее, конечно, тоже сформирован. Примерно каким-то таким образом. Но ценности какие-то, которые зафиксированы были там, они отличаются от наших 10 заповедей. Гена, Гена, ты ломаешь мои коварные планы. Значит, мой коварный план состоит в том, чтобы заманить людей на драку, сказать, что вот мы с Геной в следующий раз подеремся. Народ придет, мы с тобой начнем драться, а потом помиримся. Все мои коварные планы разрушить. Не-не-не, ничего я не разрушил, повод, за что тебя бить у меня остался. Так что, если ты хочешь их зазывать таким методом, то обещай на будущее синяки и фонари под глазами. Замечательно. Обращаюсь к моим зрителям. В отличие от Геннадия Вальберга, мою публику составляют люди, которые ругаются. Я сам себе выбирал. Нет, так сказать, адептов и единомышленников в зрителе, а людей, которые придерживаются других убеждений или думают, что у них есть какие-то убеждения. Поэтому я приглашаю свою аудиторию, обещая им, что в следующий раз Геннадий Вальберг набьет мне морду, и вы будете любоваться синяками и шишками на морде моего лица. Ладно.